...состоянием, без объяснений эмоций и состояния. Что про стеснение? Нельзя проводить тренинг по состояниям, не объясняя, что такое эмоции и состояние. Не получится. Итак, поехали по ученым. Як па ансеп? Як па ансеп? Як па ансеп? Роберт Луччик. Пол Экман. Пол Экман. Все эти люди занимались чем? Эмоциями. Но сразу хочу сказать, чем занимался Пол Экман? Он описал 7 эмоций. Но каких? 7 эмоций, но каких? Лицевых эмоций. Эмоции, которые отражаются на лице человека. Но он не описывал внутренние, модальные эмоции, внутреннее состояние. Итак, мы говорили, что клеточки бывают... Первое. Что офисовый як па ансеп изучал мышков? Он был нейробиолог. И он изучал эмоции мышек. Итак, первая эмоция, которую он называет, это эмоция, которая называется похоть. Спаривание. Мышки чего? Спариваются между собой. Собачки между собой спариваются, да? Правильно. И тогда Роберт Луччик описывает человеческие эмоции. Эмоции присоединения, репродуктивные распроизводства в этой, как его, психоэволюционной теории эмоций. Похоть. Роберт Луччик описывает здесь более широкое. Вот это, условно говоря, животное, это человек, это человеческое лицо. Сейчас подальше. Это внутренние модальные эмоции, связанные с животным миром. Здесь у нас человеческие эмоции. Здесь отражение эмоций на лице. Похоть. Мышки спариваются между собой. Правильно. В них есть репродуктивный темп. Репродуктивность это то, что связано с такой эмоцией, как сенсорная радость. Сенсорная радость. На лице радость проявляется? Конечно, у нас есть четкое отражение. По Лайкману на лице пишет эмоции радости. В данном случае, если мы говорим о сенсорной радости, это базная эмоция какого психотипа? Мастеролит. Следующее. Гнев. У Якоба Мсепа это эмоция раш. Мышки входят в раш, начинают атаковать, сдиться. Раш. Пошли в раш. В выбор тучи пишет эмоцию гнева. Гнев есть на лице? Да. Конечно, есть на лице. Вернее, пооказывает. Эпилепторит. Человеку эпилепторитного типа. На стул спорит. Эпилепторит. Эмоция гнева. Мышка хочет себя... Чего? Хочет спрятаться, да? Ей тревожно. Страх. Конечно, страх есть. Мышка бежит. Страх остается страхом. Но Якоба Мсеп еще пишет, что в случае сильного страха возникает проявление паника. Страх. Кому свойственный страх? Тревожно-мнительному человеку. На лице эмоции отражаются лицевые? Конечно. Эмоция страха есть. Да, страх. Следующее. Мышки перед тем, как спариваются, они ничего не делают. Они заигрывают, флиртуют. Да, возникает эмоция игры. Кто у нас способен со всеми играть? Гидвертин. Да. Кто? Гидвертин. А, гидвертин. Эмоция на лице какая? Удивление. На лице или у человека? У человека. Удивление. Удивление – это газовая эмоция кого? Игры гидвертина. Поддерживай сюда. Стоп, 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 стоп. Игра. Удивление. На лице есть проявления? Да. Эмоции удивления. Удивление. Причем здесь еще связано с чем? Удивление, оно честно связано с гиперкинетической мимикой. Ау! Игра. Потому что, чего есть игра? Нэтворкинг. Удивление. Съели мышку маленькую. Что будет? Печаль. 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 Эмоция какая? Печаль, да? Печаль. Печаль, депрессивный тип. Да, гипотин, гипофорды. Интересный ситуат. Здесь будет у нас печаль? Да. Конечно, печаль. Как интересно. Мышка продела потомство. Она о нем заботится, правильно? Эмоция, забота. Внутри. Что это такое? Рокер Клучик пишет. Маниакальная радость. Есть более высокие ценности, более высокие критерии. Поэтому мы говорим о чем? О мотиве. Мотив. Скажите, пожалуйста, есть эмоция, забота на лице у человека? Нету. На лице у человека нет эмоций, забота. Здесь тоже забота получается? Нет. Мотив. Да, забота. Ну, забота или маниакальная радость. Диспозиция мании. Следующая. Мышка что делает? Она исследует новую территорию. Исследование. Кто занимается обследованием? Шизоидные мышки. Шизоидные мышки, да. Обследование. Кому свойственно? Шизоиды, правильно? Систематичное представление. Шизоид. Интересный формат. На лице эмоция исследований есть? Она не отражается. Почему? Это застывшая маска эмоций удивлений. С наклоном вперед. Ну, это удивление. Инштейн. Совершенно пластическая фотография Инштейна. На лице есть эти две эмоции? Нету. А вот теперь интересная тема. Мышки закончились. Подожди, а при зрении прощает? Опа, я же говорю, мышки закончились. И дальше появляются две человеческие эмоции, свойственные отражения. Только кому на лице у человека животное не показывают эмоции при зрении отвращения. Лицевые мышцы лица или морды животного не способны вам показать эти эмоции. Это высшее проявление эмоций, высшее проявление эмоций, которое свойственно именно такому виду, как Homo sapiens sapiens. Здесь у нас появляется, смотрите, при зрении и отвращении, две эмоции. Более того, Paul Ekman сначала описывает шесть базовых лицевых эмоций. И только потом приносит седьмую. Кому презрение и отвращение принадлежит? Мы сюда уже мышек не пишем. Параноял здесь пишется, потому что у него базовая эмоция, как раз презрение и отвращение. На лице обе эмоции принадлежат именно паранояльному человеку. Отсюда вот этот животный мир, этот человеческий мир, он отличается от животного мира. А это лицевые вещи. Поэтому, когда мы говорим о проявлении эмоций, то здесь нужно понимать, что эмоции – это краткосрочные внутренние переживания, которые могут отражаться на лице в виде эмбремы эмоций. Лицо, способное с помощью наших мыслей дать систему обратной связи. Либо же смешанным выражением, либо микро-выражением. Если как-то связи паранояльно с манеризмом, видишь вот это, что мы помним? Нет, кто-то. Да? Это нельзя. Нет. А потому что они на лице не отражаются. На лице отражаются базовые 7 эмоций. Радость, гнев, страх, удивление, печаль или грусть, презрение, отвращение. Забота, интерес на лице не отражаются. Умиление и сосредоточенность – это разве не отражаются на лице? Выглядит следующим образом. Состояние. Состояние. Это долгосрочное переживание. Долгосрочное переживание. Среднесрочное переживание. Реакции на какой-то стимул. Эмоция – это что? Состояние какого-то стимул. Но к стимулу, если состояние может быть долгосрочное, ну, например, состояние позитива, то состояние чего? Общение. Мы можем самостоятельно вести. И вот здесь, имейте в виду, особенное состояние эмоций заключается в том, что от состояния мы можем управлять. Это долгосрочное переживание, управляемое человеком. Если бы можно было управлять эмоциями, тогда фильмом, а не мне, невозможно было бы. Тогда реакция была бы невозможна. Управлять состояниями можно, эмоциями, эффектами нельзя. Поэтому мы говорим о том, что в состоянии...